Иисус, 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 Иисус! Иисус, Иисус, Иисус! Иисус, Иисус, Иисус! Иисус, Иисус! Иисус, Иисус! Иисус, Иисус, Иисус! Иисус, Иисус! Иисус, Иисус, Иисус! Мы рады вас всех видеть, поэтому в любовь нашего Господа всех вас приветствуем. Привет. Будем молиться, попросим, попросим. Господи, как же ты благ нам, ты спас, Господи. Мы сегодня можем вместе быть здесь, в доме молитвы, вместе вспомнить о страданиях твоих. Господи, поверь на сердце каждого, присутствующего сегодня здесь, особо Господь подостоит, чтобы пробовать слово, которое звучало, опасалось, сердце слушающих, чтобы мы были не только слушателями, но и исполнительными слушателями. Прибудь с нами. Мы желаем, чтобы имя Твое пославилось в жизни детей Твоих, в собрании. Благослови, Господи. И каждого участвующего в служении тоже благослови. Во имя Господа нашего Иисуса Христа мы просим. Аминь. И прежде чем поют хор, мы вместе поем номер 147. Радость, спасение, сердце и во своем. Благослови, Господи. Иисус. ПЕСНЯ 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 Служение порога. 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 Оно отмечает на этот вопрос. Вот мы, давайте откроем книгу Рока Исаия. Хотя здесь очень большой фривер, но я не буду его здесь читать. В течение короткой нашей встречи сегодня я потом коснулся. Мы будем читать 64-ю главу, а вообще нужно было прочитать 63-ю еще главу, потому что там это все начало идет. А я в основном это хочу несколько сяков прочитать. С первого по шестому. Книга Рока Исаия, глава 64-я. «Ой, если бы ты расторгнуйся и сошел, Горю расставили бы от лица твоего, Как от плавящего огня, как от тепетящего воду, Чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим, От лица Твоего согнулись бы народу. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданны, И не сходил, горю тавили от лица Твоего, Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, И никакой власть не видел другого Бога, кроме тебя, Который столько сделал бы для надеющихся на Него. Ты милостиво встречал радующего и делающегося правду, Поминающего Тебя на путях Твоих. Но вот Ты прогневался, потому что Ты, Потому что мы издавна грешили, И как же мы будем спасены? Все мы сделали, как этичистки, И вся праведность наша, как забачка надежды, И все мы поблегли, как лес, И беззагоние наши, как ветер, уносят нас. Если вы внимательно слушали, Будет задан вопрос, Будет задан вопрос, Как же мы будем спасены? Каждый будет спасены. Это про Господь Исаия. Когда мы читаем от дома, Может быть, когда мы не будем свободны, Почитайте главу 63 и 64, В общем, это молитва врагов Исаия. Это молитва врагов Исаия. Он жил, я уже напомню, Вам где-то 800 лет до Рождества, История Христа, И в то время он жил, Когда среди народа израильского, Когда он был захвачен Сирийскими войсками, И тогда была великая Сирийская империя, В то время. И вот он жил в этой вот среде, В этой вот игр, находясь, В отрываясь к народу, Но я не знал, Пророк оставил, Но он там молодой. И один богослов, Я когда исследовал Это место писания, В тот период, Тот дух того времени, В котором находился, Курок писания, Он так вот описывает, Это был богослов Генрих Гилей, И он пишет, Что в 1734 году, До Рождества Христова, История еще был молодым человеком, Ну, юноша еще был. И вот когда посерийцы Увели в плен Северную часть Израиля, И вот спустя 13 лет позже, В 1721 году, До Рождества Христова, Павел Самарин, И в плен был взял Остальной Израиль, Это все ухли, Пророки и сами. Сначала часть Израиля Была заквачена, Северная часть, Потом Остальная часть, Весь Израиль, Несколько лет позже, И вот там он пишет, Что 46 окруженными Стернами городов Израиля, 46 городов, Были разрушены, И было введено в плен Более 2000 пленников, И вот дальше Богослову делали заключение. И вот и так Исаия Прорвел всю свою жизнь Под угрожающей силой Вот этого Ассирийского, Ассирийской империи, И видел разрушение Всего Израиля, И видел Разрушение, И гибель, Можно сказать, Большинство своего народа, Кроме Иерусалима, Еще Иерусалим Оставался Незаквачен. И вот В такое время Под таким вот страхом Ассирийского Пленения, Империя, Жил в Куроке Исаия. И вот Давайте мы сейчас Еще прибавим к тому, Что Бог открывает В этом время Исаии, Что еще пройдут годы, И Вместо Ассирийского Вот этого пленения, Вместо Ассирийского Великой Иерусалима, И настаивает Еще Угилонская. И вот Совершится Еще более Страшное Детствие. Это он говорит Порок Исаия. И будет разрушение. Иерусалим Будет разрушен. Храм, Который тоже В центре Иерусалима, Тоже будет сожжен. И Весь народ Еще будет Введен в плен. И вот Бог открывает Исаия. Какие Страшные времена, Какие действия И так далее. И посмотрите, Все это Получает информацию От Бога Исаия. Что он делает? Что он делает? Он молится. Это вот молитва Как раз находит молитва О народе Божьей. Он Эта информация Получил на будущее. Что там В общем-то В ближайшее время Там ничего не ждет. Хорош. И он Продолжает Молиться. Начинает молиться. Продолжает молиться. Знаете, вот Вдумайтесь. Зная Наперед Какие действия Он молится. Вот братья и сестры, Дорогие друзья. Сегодня Затавая вопрос Что же Как Что там У нас Придит. Будет ли там Светлое будущее Или не будет. Или сейчас У вас будут Какие-то Проблемы Эти земные, Которые очень много. Что делают Сегодня верующие люди? Они молятся. Они молятся, Знают. Ведь Мы знаем Славянство. Которые Главное Господа Иисуса Христа Верка Господа Иисуса Христа Что Перейдешь Что Перейдет Вообще Врешенство Что Перейдет В жизнь Что Ожидает Врешенство Человека Духу Врешенство Человека Вибра Однозначно Говорит Что Ожидает Суд Божий Ожидает Гнев Божий Что Мы знаем Что Вечная Погибель Ждет Если Люди Ждут Без Бога И Ожидает Удач Искрежий Суббот Ад Одним словом Озер Огнен Горячая Кем Смерть Славь Божьим Иисус И что Делаем Мы Сегодня Верующие Господа Мы Молимся 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 Пророк Иисус Знаете Это Очень Важный Пример Для нас Братья Иссестры Не Будем Унывать Что бы ни Случилось Сейчас Что еще Впереди Ожидает Нас Не будем Оставлять Молиться Будем Молиться И вот Теперь Мы Обратимся С вами Непосредственно Самой Молим Пророка Исайя Начинаем Начинаем Молима 63 главы 7 стиха И вот Посмотрите Там Как Это Писано Вспомин 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 Милости Господь Господь Вспомин Милости Господь Исайя Начинает Вспоминать Как Бог Действовал В древности Исайя Вспоминает Как Бог Чудом Помните Когда Кто читает Библию Знает Проиграть Чудеским Образом Его Освободил От Изогрения Это Же Было Это Же Реально Исайя Вспомин Вспоминает Это В молитве Когда Жальский Народ Даже Бог Разировал Эти Воды И Черное Море Прошел Народ Буквально Под Могу Море Скрывая Бойск Ураон И Господь Спас И Увел В свой Покой Посмотрите Как Начинается 64 глава Она Начинается Этим Волосом О Если Ты Расторг Небеса Несошел Горы Растаяли Стоит Посмотрите Исай Понимает Что Спасти Народ И Вообще От Всех Бес Которые На Земле Только Рисклор Бог Больше Ничего Никакие Планы Никакие Оружия Никакие Войска Никакие Там Планы Еще Какие-то Армии Только Бог Может Спасти И Вот Дальше Исайя Как бы Объясняет Причину Своей Уверенности Он В этом Уверен Что И тут Будет Спасеть Обязательно Будет Когда Ему Не Ведом Он 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 Уверен Вспоминает Прошлое Он Он Уже Говорит О Будущем Что Если Ты Расчет Распростран Он Знает Что Бог Может Это Все Делать И Он Объясняет Причину Почему Он Уверен В этом Бог Может Спасти Народу Он Говорит Гур Расставили От Исат В А Ты С А Ты С Народу И Вот Первые Три Стиха 64 Исайя Здесь Он Показывает Какой Великий Бог Которого Он Вер Которого Действительно Он Знает Его Бог Какой Он Какой Он Силь Какой Он Могуще Он Может Все Для Него Нет Ничего Невозможно В Синайка Там Она Содрогалась Там Гора Это Она Поколебалась До Эта Гора Там Где Сказал Господь Она Дымилась И Вот Когда Апостол Иван Кто Кореевич Там Там Когда Иван Будучи Воскрес И Находясь В Парпасе Когда Его Орес Прорад Он Там В Демнице Был И Вот Ему Привиделось И Он Сам Лично Духом Встретил Господа И Вот Как Описывается Господь Иисус Христос Которого Он Видел Лицо Господа Было Как Солнце Сияющее В силе Своей Очи Креста Были Как Пламя Огненные Написаны Вот И Иоанн Один из Учеников Иисуса Креста Он Это Вот Видел Это Как Крест Кто Сможет Устоять Вред Таким Богом Никто Там написано Что Он Пал Далее Четвертому стихе Иисайя Говорит Что Бог Он Не только Сильный Но Он Также И верный В пятом Стихе Иисайя Говорит Что Бог Сильный Верный Но Он Также И Милостивый Ты Милостиво Встречал Радующегося И Делающегося Правда Смотрите Вот Такой Бог Который Естественно Воскресенье Иисайя И Когда Сбор Будут Плавиться В то же Время Он Написан И Билостивый Встречающий Радующегося И Делающегося Правда Вы Знаете Интересно Я Насчитал В первых Пяти стихах 54-й Главы Двенадцать Раз Встречаются Местоимения Такие Как Ты Твоего Твоего Твоим И так далее И так далее И раз Но маленькие Примежуточки Интересно Тоже Преследует Ты Твоего Твоим То есть Местоимения Которые Относятся Богу И И мы Видим Какого Твоего 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 Если Первые Пять стихов Это Боги То Вот этот Отрывок Это Нас Людей Давайте Посмотрим Что В Библия говорит о людях, 5 стих, смотрите, 5 стих, ну вот ты, Бог, прогневался, потому что мы издалимы грешны. Обратите внимание, писает, употребляет для стремения мы, но не говорит, что вы, он так же и себя туда включает, но он тоже человек грешный. И Библия говорит, что все люди исключили, без исключения, нет правильного ни одного, возмездие за грех сверху, все люди исключили, все грешные. И посмотрите, и вот смотрите, наши грехи, они вызывают правильный грех Божий. Вот написано в Библии, что вне Божия пребывает не грешный. Это вот мы уже потихоньку отвечаем на вопрос, как нам спастись от всего этого, и почему причина всего вот этого происходит на земле. И вот смотрите, как заканчивается, 5 стих, какие вопросы, и как же мы будем спешены? И вот это бывает, и что будет там? Что он может ответить, да? Как же мы будем спешены? Знаете, сегодня, да и во все времена на земле было очень много религий. Вот все религии, они, как раз таки, занимаются теми вопросами. Как может человек спасти? И вот религия пытается ответить. Ну как она отвечает, конечно? Ну, религия отвечает так. Если будешь делать добро, если ты будешь, может быть, жертвовать много для какого-нибудь там религиозного организации, какой ты находишься, будешь делать добро людям. Третье, пятый, десятый, будешь совершать обряды, будешь там какие-то вещи при себе иметь, амулеты или еще что-то. Вот тогда ты будешь спасен. Я считал, что в некоторой религии есть даже такое, что когда человек упадет из земной жизни, и там как бы он видит весы. И вот это часто лицом будет. На одно часто лицом будут добрые дела, на другое будут плохие дела, грехи. И вот что перевесить? Если грехи, значит, ты попалешь в арху. Если перевесить добрые дела, ты попалешь в арху. Вот понимаете, что? Религия, они как раз не считают этого вопроса. И отвечает им Бог. Так учат религии. Ну посмотрите внимательно, что будет в Ибре. Пятая часть. Видео, шестой стихии, первая часть. Все мы сделались как нечистые. И все, и вся правильность наша, как за бачкой найдет. Мы с вами живем в Казахстане. У нас, среди нас, пришлюсь любите, так же и казахстане. Они могут меня поправить, хотя казахстан очень плохо знают. Хотя пытался, много учил, но вот мне просто, когда я интересовался, я его словами тоже казахстан загляну. И казахстан тоже. Сегодня на казахском языке есть в Библии, слава Богу, мне тоже Богу многотырил. Вот это место интереса нам переводится. Сейчас правильность наша делка, это к нарусски перевести, отвратительная, как тряпка грязная или богатая. А по-казахстански это звучит, вы меня извините, если я буду тут правильно. Это буквально переводится, отвратительная. Наша правильность, она такая отвратительная, как тряпка грязная или поганная, по-моему, так сказать, да? И вот видите, вся правильность наших дел, она отвратительная. А сирийским языком этот стих звучит более жестко. Вот Бог, он смотрит на нашу правильность именно такой. В его глазах наша человеческая правильность, она отвратительная, как поганная, как грязная грязная. Посмотрите, шестой стих. Все мы повлекли, как лист беззаконный. Беззаконный наш, как ветер уносит. Осенью, вы видите эту картину, осенью, когда лист очень желтый висит. Но повлек, был зеленый такой, все летом, весну летом. И вот он повлек, и вот ветер донул, этот лист повлек, и вот он летит. Летит, не летит. Куда он летит? Все. Он не живой, он мертвый. Вот какое сравнение с нашей правительственной, дорогие друзья, в жизни человеческой, которая без Бога. В Библии говорится, что он летит духовно мертвый, как этот лист. И мы его очень легки. Этот лист, он тоже легкий, он высадил, и он летит. Один, все, костер, так я могу дать. И вот Исаия говорит, что человек, он подобный этому листу. Мы люди, по своим грехам, мы духовно мертвые. И вот на весах Божьих он очень легкий. И вот вопрос, как же мы у них спасены? И вот через это же пророк Исаия дается ответ на этот вопрос. 53-я глава книга пророка Исаия. Эта глава, тоже очень внимательно надо читать, она как раз к теме вот сегодняшней, то, что со мной будет происходить. Эта глава, это уже за 800 лет до Рождества Иисуса Христа, уже пророчество о Иисусе Христе, если ответить на глава. И вот там, пятый стих, я все тоже не буду читать, пятый стих. Это о Иисусе Христе. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучен за беззаконие наши. Оказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вот один из стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведный раб мой, оправдает ноги и грехи на себе понесет». Посмотрите, это Божий ответ. Как мы можем быть спущены? Только еще один ответ. Это все, дорогие друзья, только через жертву Иисуса Христа. Только через святую бродитую его кровь. Это сделал Бог. Это Том. Это Его инициатива. Он первый возлюбил нас. Прежде возлюбил нас. Он любовь судьи доказал тем, что Христос умер на грестей, когда мы были еще грешними. И что требуется от нас людей? Что требуется, чтобы спасти? Нужна вера. Только вера. Поверить в то, что совершил Господь. Очень просто. Ничего сложного нет. Однако же вера нужно. Мы сейчас будем болеться, братья сетка. Может кто задает себе вопрос, как я могу спасти? И как может быть я могу спасти так же вместе с этим миром? Конечно, мы это не можем сделать. Мы только можем спасаться, а спасать Богу. Но я могу принять это большое участие в этом. По спасению самого себя, во-первых, и также спасение своего дома, спасение окружающего мира, спасение всех людей, спасение всей земли. Как я могу спасти? Вот мы сегодня услышали Божий ответ. Поверить в жертву нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. Давайте мы сейчас склонимся к нашим коллегам, и помолимся нашим Господу о себе, помолимся о всем мире, который сегодня будет, это красное время. И так и будем готовиться к святыне, участвовать в заповедении, воспоминаниях о голодовских странах. Пусть Господь наступает. В Библии тоже написано, верующие в Сыну Божий, верующие свечи. А нам остается только рассказать людям, окружающим, что сделал с нами наш Бог. Сердцем остряну, в Библии и пристану славу тому, кто нас искупил. Номер 150 вместе поем. Номер 150. Сердцем остряну, в Библии и пристану славу, тому, кто нас искупил. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скоро ее на веку сни, Песню, хорей я, песню спасенья, Вечно там будет. Славлю, люби вас, свободен, сердцем, Твой покоритель, свечный тьмой, Славлю, люби вас, свободен, сердцем, Славлю, люби вас, свободен, свидетельствует. Все эти добрые, так называется, получающие, в нашей творении, в детстве, кто-то из детей будет участвовать. Потом у нас есть почестер, сын Давидов, помилуй меня, ким так называется. И стихотворение «Грех». 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 Звучит песня. 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 О, честный путь свершал. Сегодня вспоминаем мы с ней пою гостой. Когда за души наших вознес свою ты кровь, Не очень вспоминаешь, как сутки лаверши. Ты там, ты на голове спасенье совершил. Примирное рода и венец, спаситель Божий Сын, Хвала и честь сверху, от нас и венами. Сегодня вспоминаем спасителя Христа. Как руки усятая, по смерти нас поздравь. Сегодня вспоминаем твою кровь благодарю. Песня. 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 Продолжение следует...